Культурную жизнь региона обсудили в Иванове на заседании областного правительства. Особое внимание чиновники уделили муниципальным учреждениям, работающим в этой сфере, так как 80% из них расположены в сельской местности. По традиции, одна из главных проблем – состояние материально-технической базы учреждений культуры. По данным 2015 года, 38 зданий требуют капитального ремонта, а каждому третьему клубу требуется обновление сцены, замена кресел. Зашла на заседание речь и о подключении библиотек к интернету. В современном понимании, библиотека – это не только книгохранилище, но и центр работы с информацией, место проведения досуга. На данный момент доступ к всемирной паутине имеет 40 учреждений. В текущем году на федеральные средства еще 13 библиотек будут подключены. Но наша совместная задача – продолжить эту работу, тем более, что обеспеченность интернетом сельских библиотек составляет лишь 34%. Нести культуру массы в отдаленных населенных пунктах Ивановской области мешает отсутствие транспорта у большинства районных творческих коллективов. В регионе работают передвижные центры досуга, но потребность в проведении выездных мероприятий выше, чем возможности. Только в 12 районных творческих коллективах имеют свой автотранспорт для выездов. Этого явно недостаточно, поскольку сегодня норматив обеспеченности передвижными культурными центрами – одна транспортная единица на один районный центр. Поэтому главам администрации уже сейчас необходимо серьезно задуматься о планировании бюджетных средств на эти цели. В этом году культурная жизнь региона вызвала особый интерес со стороны туристов. День Лука в Лухе, фестиваль чая в Меховицах, День Клубники пользуются популярностью у жителей соседних регионов. Подобные мероприятия теперь проводятся почти в каждом муниципалитете области. Исключение составляют Пестяковские и Ильинские районы. Я бы всех хотел особое внимание обратить на проведение подобных праздников. Живем в непростое время, и людям нашим непросто. Поэтому такие праздники – это не просто какая-то формальность. Настроение людей – это наша самая задача в том числе. И поэтому организация таких праздников – она важна. По итогам совещания Павел Коньков обратился к руководителям муниципалитетов с просьбой провести работу по централизации управления учреждениями культуры на уровне районов. Как показывает практика, такой подход наиболее эффективен для того, чтобы сфера культуры развивалась, а не просто выживала.